Ужесточить закон о выгуле собак. Да, да, конечно, давно пора это сделать. Почему? Потому что крупных собак, и не очень крупных, опасных выводят без намордника и даже без поводка. Поводок это совершенно не гарантия того, что собака на вас не бросится. Я, как собачник со стажем, часто бывала в таких ситуациях, когда не удерживает поводок, и собачка, в лучшем случае, добрая, лапками пачкает человека, обмусоливает, пугает, а в худшем случае, это покусы, нападения, скандалы и так далее. Потом начинаются собачники, вот почему мне такая добрая собачка, меня все ненавидят. Да потому что вылетает лось из подъезда без намордника, прыгает на людей. У нас же люди как вот, да, очень редко кто, допустим, понимает, что собаку надо воспитывать. Мало кто понимает, думает, что само вырастет и будет прыгать, скакать. Что здесь делать? Штраф увеличится, не тысячи рублей, а сто тысяч, сто пятьдесят тысяч. Я сейчас найду петицию, уже выложенную эту тему. Накакала собачка, не тысячи рублей штраф, а сто тысяч. Ходи с пакетиком, реально, вот знаете, растаяла весна, я вышла с ребенком на детскую площадку, кругом куча дерьма, извините. Это не говоря о том, какие-то инфекции, что только собаки не разносят. Неужели так трудно, вот в пакетик и в мусорку, практически везде есть мусорные контейнеры. Ну и естественно, если собака без поводка, без намордника, заплатят штраф, и чтобы полиция следила за этим, а не как там у нас соблюдается в кавычках закон о курении. Взять практику, вот допустим, если приставы с должника берут долг, то они берут с него еще за свою работу. То же самое, допустим, полиции какие-то бонусы и так далее. Вот заплатил один раз сто тысяч, что собачка без намордника, опасная собачка, крупная собачка, все. Вы думаете, что больше человек потом будет гулять без намордника? Нет. Это же уже такая практика, есть в разных странах. Также избавились от этого намордника, поводок, выгул без поводка, без намордника, пожалуйста. Есть площадки, есть пустыри, есть там лес. А если тебе негде гулять, то вообще думай, когда ты собаку берешь. Если ты берешь рыбку под нее, он до аквариума, то брать в некоторых таких вот ей зоны, все в бетон закатано, там дома, там реально негде гулять. Вот, ну ты думай, когда собачку берешь, надо все-таки головато, для чего дана. И по поводу вот того, что я нагнетаю истерику. Кто сталкивался с нападением крупных собак, охранных, очень агрессивных, я написала известному дрессировщику Круп Клуб Лирс. Написала, вот что делать, когда на тебя бойцовская собака бросилась? Я получила ответ, я не представляю, что вам посоветовать. Нападение такой собаки, это всегда катастрофа. У меня на стене, кто хочет поподробнее, ВКонтакте, почитайте. Это всегда катастрофа, он пишет, мужик, что это равносильно тому, что на тебя балкон упал. Понимаете? И здесь ничего не сделать. То есть, если ты даже не убежишь от такой собаки. Это вот мы ходим с электрошокерами, с баллончиками, кто сталкивался с нападением хозяйских собак, заметьте, уличных-то отогнать легко. А хозяйские, они борзые, как и их хозяева. Нормально это, да, что как в джунглях живем. Потому что хозяин не может намордник на свою псиночку одеть. И вот этот дрессировщик рассказывает, что он шел со своими ягд-терьерами на поводках, бросился, по-моему, питбуль, бульдог, в общем, какая-то такая вот тоже, типа из класса бойцовских, ну, наименование такого. И, то есть, просто помогло то, что рядом шел мужчина, собак его оттащил, они сцепились, он эту собаку за задние ноги в траншею и успел убежать. То есть, говорит, это просто беда. А в Москве в одном из парков эту собаку застрелили, такую питбуль-терьеру, а в Ярославле хозяин от такого борзого, такой собакой, закололи заточкой. Вот это вот я цитирую дрессировщика, который, кинолога, мне сказал, что делать. То есть, по сути, мы оказываются абсолютно беззащитными перед террором таких крупных собак. Сколько я видела случаев вот с такой мордахой собака, которая может там кости поломать, стоять такая девушка, которая справиться не может. То есть, когда на мою хаски, на пау став, хозяин здоровый такой пау, он не мог его стащить. Он не мог его стащить. Мне говорят, что ты истерику нагнетаешь? Когда вы с прокушенной рукой походите, да, это я еще считаю легко отделась. Когда твою собаку будут душить, когда в коляску к твоему ребенку полезет, вы резко поменяете мнение. Вот. Поэтому давайте штраф 100 тысяч, 100, 150. И петицию я выложу под видео. Подпишите. Ведь если мы делаем, мы делаем. Если мы не делаем, не делаем. Сколько всякой ахении протолкнули в законопроект? Делитесь видео с друзьями. Спрашивайте, пишите ваш опыт. Это реально куча дерьма. И собаки без намордников. Это беда просто. Очень много мне тоже жалуются. Когда я начала это видео снимать, мне стали писать. Собака без намордника, ну это, ну, блин, сами понимаете. Вот. Все, меня зовут Юлия Новикова. Я психолог онлайн. Пожалуйста, под этим видео я выложу ссылочку на петицию. Подпишите, позовите друзей, поделитесь с друзьями, привлечь внимание общественности. Чтобы собаки в городе ходили на поводке, в наморднике. Чтобы за ними дерьмо убирали. Ну, а те собаки, которые бездомные, ну, пусть за них отвечает. Кто отвечает? Я вот отвечаю за своих животных и кота, которая подобрала с помойки, которого проглистогонила, обработала, и он мне не гуляет на улице и не гадит. Вот. Всех целую, обнимаю. Желаю всем мудрости, позитива и доброй весны.